Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну это так, замечание общего характера, чтобы вы себе представляли на самом деле, что важно, а что не очень. Что фундаментально, а что такие вот вспомогательные параметры. Хорошо, тогда мы, наверное, начнем полуэлектронный процесс. Ну по названию я же. Что это такое? Значит, самый такой чистый, что ли, георидический, это распад. Бета-распад пи-мезона. Ну это реально, что тут происходит? Пи-минус, это анти-у, где по кварковому заставу. Пи-минус, это анти-у, минус анти-дозер, наполненный звук. Ну и пи-плюс. Это соответственно, это пи-дем. Это не за три пыли. Не за третий пыли. Ну вот. То есть реально, например, Д-кварт, внутри П-минуса, и спускает плектонную фару, превращается в У-кварт. А этот активно не участвует и остается, он называется наблюдатель, спектатор по-английски. То есть в итоге, что касается хварка, вы получаете в конце У-анти-У. Они должны превратиться в какие-то адроны, с какой-то вероятностью превратятся во все, что можно. Но по ограничениям по энергии, масса этой системы, но энергия этой системы, не больше, чем исходная масса покоя П-минусона в системе покоя. Еще часть энергии у нас скриптонная пара. А поскольку П-минусон самый легкий адрон, то эта пара у-анти-У, кроме как в пеноле, вообще нехудо превращаться по энергии. А все остальное, все энергии, огромное занятие тяжелее и не хватит энергии. Поэтому вероятностью 100% она превращается в пенол. Ну вот попробуем расписать ширину распада. Прямо по картинке. Давайте пока эмбулсы расставим. Пусть это будет П-1, это будет П-2, это будет К-1, это будет К-2. Это стандартный скриптонный ток, это свободные дираковские спиноры с такими эмбулсами. К-1, это равная часть. Ну и здесь стоит что-то нужно. Унинистажает Д и рождает Ту. Это уже Казинберговский оператор Гварковых полей. А это свободные спиноры еще раз. Вот вся амплитуда. Это понятно? Ну и как всегда, вся работа состоит в том, чтобы как-то и что-то сказать про этот агромный матричный элемент. Ну давайте, как всегда, начинаем. Возьмем аксиально-векторный кусок. Так, вопрос. Что-то можно сказать про этот агромный матричный элемент? Как выявляет Женикову? Возможный ответ. Аксиально-все. И что дальше? Это мы уже слышали. То есть ничего вы не можете сказать. А вы? Ну у нас должен аксиальный ректор, то есть один свободный юг, так как аксиально-все. У нас один свободный. Юг, индекс. Да. Остается у нас, так как аксиал, у нас это за счет 3-4, то идет 3-4, индекс надо сварнуть, значит, прижних надо свернуть, так как для лечения полностью адисиметричный, то нам нельзя сворачивать адисиметричную комбинацию. У нас всего два вектора есть, это импульсы для резонов, хотя иного конечного. И что, если не сложить, адисиметричный. Человек может сказать, а вы никогда ничего не можете сказать. А почему же ничего не говорит? Здесь не знаю. Могу, но не знаю. Здесь не знаю. Это же, тут ничего нет нового по сравнению с тем, как мы рассуждали раньше. Три раза в псевдоксиалях. Это псевдоскаляр, псевдовектор, псевдоскаляр. Поэтому общий будет снова псевд. Произведение трех псевдов будет снова псевд. Произведение двух псевдов будет истинный скаляр. Поэтому в ответе должен быть псевдоректор с торчащим индексомю. Его можно... А спина нет, поэтому есть в ответе только импульсы и ловимся в акинематике. Потому что спину можно передать только экстремент. Надо три лишних индекса свернуть и у нас в хозяйстве только два импульса. Поэтому мы будем стоять по 1 по 2 амб а третий индекс сворачивает нечего. Поэтому образователь все завета в ответе нечего. В этом ответ район любит. Что-то сложно. Напоминаю только, что имеется в виду, что промышлению домашнего инструмента учитывается только сильное и электромагнитное взаимодействие, которое сохраняет почетность. Тогда здесь будет по сохранению почетности псевдоверд. И будет ну. А если вы скажете, что тут есть поправки высшего порядка послабного взаимодействия, нарушающего почетность, тогда мы видим, может быть почетное выражение справа и понесчетное слева. То есть четная несохранительность. но поправка по слабому это настолько маленькая вещь, мы всегда пренебрегаем. Но надо помнить, что это ноль пренебрежения слабыми поправками. То есть где-нибудь здесь надо пустить лишнюю ну, Z-базон вот тут внутри. и он даст вклады нарушающие почетность и в принципе там будет не нулевой вклад, но очень-очень маленький. Так что мы такими пренебрегаем. Так, то есть остается уже половина вычисленных, как видите, без проблем. Остается ректор нормальная. Так, ну пишем, это не думай, пишем общий вид. Например, реактор. Значит, вот это обозначен Q. Это суммальный импульс электронной пары, это передача импульса между адронами. То есть P1 равно P2 плюс Q плюс Q плюс Q так. То есть этот индекс 0 можно передать или импульсом P1 или импульсом P2 поэтому здесь две структуры удобнее написать вот так как через P1 плюс P2 и P1 минус P2 дальше. Вот это лоренцинвариантные функции. Какие можно сделать лоренцинвариантные из тех двух импульсов, которые сюда входят? Это все берется напоминаю точки 0 по трансляционной инвариантности п1 на п2 и а почему они здесь от гиперчат 2 квадрат? Я как раз набирался я еще не торшил значит вот у нас лоренцинвариантные функции от P1 и P2 из них можно сделать три лоренцинварианты P1 квадрат P2 квадрат и P1 на P2 но можно их линейно комбинировать это же дело вкусное ясно что вот это вообще не переменное это квадрат массы одного пемезона квадрат массы второго пемезона переменное только вот это но вместо этого удобнее написать Q квадрат который есть P1 плюс P2 квадрат минус P1 квадрат плюс P2 минус 2 P1 P2 кто возьмете за независимого перемену можете взять вот эту комбинацию а можете взять вот эту они отличаются константной сдвижкой так что это вопрос чтобы удобнее украд удобнее значит дело очень весь распад идет за счет того что P1 иначе было бы наоборот P1 распадался на минус но разница масс это же член одного из-за мультиплета из-за триплета поэтому в пределе изотопической симметрии у них массы вообще должны быть одинаковы и разница массы возникает только за счет нарушения изотопики поэтому она маленькая Реально это где-то там на 4,5 мл P1 минус тяжелее чем всего 4,5 мл и эти 4,5 мл идут на сумму трех энергетических энергий вот этих конечных частиц поэтому на каждое приходится ну грубо говоря полтора мл всего и поэтому передача будет Q маленькая ну грубо говоря полтора два мл характерных не больше и Q квадрат тем более маленькая а чем она будет обезразмериваться это вот эти фольфакторы так как они уже здесь определены они безразмерны но можно проверить размерность термионного поля это масса три вторых размерность тока это масса в кубе это размерность отхладки при стандартной нашей ралитаристской нормировке это масса минус первая но поэтому тут будет масса в кубе и два раза масса минус первая это масса эта масса и размерность передается им размерности и пульса поэтому эти фольфакторы безразмерны формально это означает какие есть параметры размерные кубе от которых они могут зависеть там есть два параметра ламда кубе и массы ну я не беру массы тяжелых кварков типа c и b они явно не при чем к этому распаду который идет по легким кваркам то массы мы уже обсуждали она очень маленькая они входят в виде поправки в массу u d поэтому первое приближение я могу считать что это 0 и у нас остается один размерный параметр поэтому на самом деле это будут функции вот такого отношения но лямда кхд это вещь ну там скажем 300-400 мег а q давайте найдем максимальное q то есть максимальное q будет тогда когда вот эти два лептона летят в противоположные стороны вот стоит начальный b- плюсы и пенольм родится просто в покое а два лептона полетят ну это я условно стрелку нарисовал когда его кинетическая энергия его трехипульс стремится к нулю то его можно даже не рисовать а два лептона летят в атак с противоположными ипульсами p1 равен минус p2 тогда передача равная разности будет максимально и будет равна разности массы да ну поэтому q максимум это 4 там где-то с кусочком полмега уходит на массу электрона так что где-то 4 мега макс q 4 мега ляндах ну там я не знаю 300 и 400 мега и в квадрате это очень маленькая величина поэтому q квадрат естественно и удобная переменная и ясно что поскольку это маленькое число а это аналитические функции своего аргумента их можно раскладывать в ряд целлера что мы можем делать конечно тут как видите кинематика уже намного сложнее по сравнению с распадом там скажем пи на мёня там была одна константа и в пиа никаких функций не было здесь у вас трехсотичный распад и появляются уже то что называется форм-фактор это уже живые функции переменной q квадрат и есть целая область по фазовому объему где они ходят вы можете дифференциально измерять число событий как функцию квадрат на эксперименте но практически ввиду того что энерговыделение очень маленькое q бегает ну там почти от нуля до четырех в где-то весь интервал весь фазовый объем очень-очень маленький зато это создает трудности для эксперимента но зато для теории дает большое облегчение поскольку это очень маленький параметр и по нему можно все раскладывать это раз второе посмотрим вклад вот этого форм-фактора f- по сравнению со f- вот тут стоит q а q одновременно к 1 плюс к 2 лептонный импульс сворачивается по индексу мю с лептонным током и поэтому здесь получится е от к 1 к 1 к 1 к 2 к 2 минус к 1 к 1 к 2 к 2 к 2 к 2 к 1 к 2 изменится по дороге на гамма-5, ну изменится, но К2 дойдет со шляпкой до своего спинора и даст массу нейтрина равную нулю практически. Поэтому практически вылетает. К1 стоит уже готовый сюда и заменяется на массу электронную. Видно? Поэтому вот этот импульс Q при свертке с электронным током превращается в массу электронную. А сравнивать его надо с этим P1 плюс P2. И в системе, что такое P1 плюс P2? В системе покоя начального P- минуса P1 это его энергия, а это его трехимпульс. А P2 это его энергия и какой-то трехимпульс. Но его трехимпульс это несколько мем. Передача Q это P1 минус P2. Поэтому нулевая компонент такой, это передача энергии, это 4,5 мем. А пространственная компонент это передача трехимпульса. Это тоже несколько мем максимум. Поэтому энергия, родившаяся P0, она доминирует с его массой покоя 140 мем. Его кинетическая энергия всего несколько мем. Поэтому в основном это масса. И вот это будет в основном удвоенная масса P. Ее надо сравнивать с этим, которое родилось с массой электроны. Масса электронов пол мем, удвоенная масса P, 280 мем. Ну поэтому вклад герематический от этого по сравнению с этим подавлен на два порядка по крайней мере. Это раз. Второе. Сейчас мы выясним, что этот фан-фактор намного меньше численный, чем этот. В итоге подавления этого вклада в полную амплитуду по сравнению с этим будет на уровне 4 порядка. То есть очень маленький вклад F- и можно от него речь. Значит, то, что этот... Так, вот у нас есть ток слабый. Я его возьму в точке X. Это Кассенберговские поля. Давайте посмотрим производные. Это темпо DX. Это четырех дивергенций. И вот так возьму. И. 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 вот здесь имеется ввиду, что это производное дезинфицировано на лево вы хотите я стрелку нарисую, но эта стрелка только показывает, что это не вектор, а что она действует налево, а это действует направо что когда я дифференцирую, будет производно от этого, будет производно от этого но, а эта калориемная уже производная вот эта сильная констанция сверху это глион а маленькая это цветовой индекс, пробегает 8 значений, это 8 матриц круглые со 3 цветных 3 на 3 матриц а это как сопряженное действие если даже подставить явно в виде суммы то есть тут стоит и D плюс D обратно то вклад глионов вот этот он в каждом из золоков есть а в сумме он сокращается поэтому сумма их равна когда D маленькая но когда оно расписывается вот так, то это есть точность это не приближение это точность теперь можно использовать точные оравнения движения точные что и D сошли действуют на кварт сдают массу кварт и снова кварт еще раз посеркну это точное уравнение движения в КФД для Газинберговского оператора кварт это не приближение ну и сопряженно выглядит так я стрелочки для ясности нарисую но повторяю, что это не вектор а так для наглядности так вот насчет минусы нет, правильно вот эти оба это точное уравнение движения ну поэтому эта дивергенция тока равна А Д минус М на скаларный ток и если масса У равна массе D то эта дивергенция равна 0 ток сохраняется Это заранее можно было сказать без всякого написания всяких формул, что в изотопительском пределе этот ток сохраняется векторный. Вот так. Или это случайно? Это не случайно. Это изотопительский генератор. Вот вспомните, есть, например, электромагнитный ток. Ну, например, две трети у гаммагнил у от х минус, там одна три, две гаммагнил, две и так далее. Так. Если от него взять дивергенцию и вот таким же образом расписать, то разница будет в том, что, например, дивергенция вот этого кусочка, она будет выглядеть так же. Только поскольку у него оба кварка У, то тут будет стоять Му минус Му, и будет чистый дуб. И то же самое для Т, и то же самое для остальных. Это сохранение электромагнитного тока. Если взять его нулевую компоненту и проинфицировать по объему, то это будет оператор электрического заряда. И если взять отсюда производную по времени, то что получится? Возьмем ДКУ по ДТ. Это лишь интеграл по объему. Здесь будет ДЖ0 по ДТ. Но я к нему могу добавить минус пространственного производства. Потому что интеграл по объему от пространственного производства по тереме Каусса выйдет на интеграл по поверхности бесконечно удаленной. И поскольку считается, что все убывает, то должно быть. Но вот это и есть четвертая дивергенция. Вот она. Где она? Ее тут нет. Эта дивергенция это как раз вот эта. Производная по времени минус 3 производных по координатам. Но поэтому это нуль. И поэтому электрический заряд сохраняется. От него производное по времени равно нуль, его со временем не меняется. Чем отличается это? Тем, что у нас теперь три таких тока. У с чертой гамма мю Д, сопряженный Д с чертой гамма мю У, и нейтральный У с чертой гамма мю У, минус Д с чертой гамма мю Д на корень из У. Это из-за триплета. Такой же по флейболу, только это векторные токи у нас теперь с гамма мю. Ну и дивергенция каждого из этих трех токов будет содержать, что касается нейтрального тока, куда входит У с чертой У, минус Д с чертой Гамма мю Д на корень из У. То его дивергенция даст нуль так же, как и здесь, за счет того, что у него массы у анти-У одинаковые. А вот дивергенция заряженных такого, дает разность массы У и Т-кварков, вот так как у нас там повышенность. Если у У и Т-кварки будут иметь, только наоборот, в пределе из атопической симметрии, у У и Т-кварки это из-за дублета. Они будут иметь одинаковые массы, и эти все три тока будут сохраняться, и это будет три, и их аналог вот этих зарядов, это будет три из атопических зарядов. Их можно переномеровать. Значит, ну переномеровать все так. Ну, например, первый, второй, третий. Первый будет У с чертой Д, третий будет Д с чертой Ю, а второй будет вот такая нейтральная комбинация. И все три будут сохраняться во времени. Это и есть атопическая симметрия, а это и есть ее реализация на уровне квантовых полей, когда это вот полевые госинградские операторы. И это и есть реализация из атопической симметрии в теории КХД. Через кварковые поля. У глионов нет изостины, они не вкладывают в эти токи. Это токи изостины. Так же, как это гидромагнитный ток. Поэтому это не случайно, это на самом деле определение, что такое эзотопическая симметрия. Это предел, когда все три эзотопических тока можно их формально вот так написать. Тут написать ПСИ, тут написать генератор ТАЛ матрицы пополам ПСИ. И ПСИ это из-за дублей. Ну и выбирая три ТАЛ матрицы, вы получите все три эзотопических тока. И все будут сохраняться в пределе, когда масса У и Д одинаковая. Но у нас реально разность масс не равна 0. И поэтому эзотопическая симметрия за счет этого нарушена. Конечно, явно. Это не спонтанное, а явное нарушение. А еще, за счет чего-то она нарушена или только за счет разности масс? Смотрим на КХДшну на Гранжану. Что там есть? Там есть кинетические члены взаимодействия глионов между собой. Оно явно к эзотопике вообще никакого отношения не имеет. Января. Дальше есть кинетические члены взаимодействия кварков с глионами. Типа так. У, Д, У. Всегда входит глион. Ну и другие кварки точно так же. Они все с глионами взаимодействуют одинаково. С одной и той же константой Ж. И отвечают их только массовые члены. Если масса У и Т одинаково, то это будет вот такая комбинация, которая, с точки зрения изотопики, будет уже финглета. Это будет Пси-Крест. Я пишу Крест в том смысле, что вот эта черта относится к Лоринсу. Это будет только У чертовой. Это У Крест умножить на гамма ноль матрица. Но гамма ноль матрица к эзотопике не имеет отношения. Поэтому в отношении к эзотопике это Крест. Вот это очевидный изотопик. Это квадрат модуля изотопик. Это понятно? Ну поэтому, если у вас МО равно МТ, то это идет в сумме. И являются из асинклетами. Ну и тогда весь вагранженат будет из асинклетов, и у вас будет изотопическая симметрия, которая может спокойно перемешивать уйти в любой пропорции, и в окончании остается вариант. Это и есть эзотопика. Но разность массовой идей ее нарушает. А еще что-то ее нарушает? Или только эта причина нарушения изотопической инвентации? В КХД они еще больше нет. А что у нас нет в жизни кроме КХД? Слабые, совсем слабые. Они что нарушают? А еще есть электромагнитные. Электромагнитные нарушают эту заключенную данность или уважают? Чему вы случили целый год в прошлом? Я не понимаю. По сильному в электромагнитном взаимодействии. Вот электромагнитный ток. С точки зрения этой спины играет роль только эти два У и Т-кварта. А все остальные квантии уже секретные. Очевидно, не уважают. Очевидно, не уважают. Ну тогда почему вам очевидно, а остальных нет? Объясните. А что вам очевидно? В этом смысле видно на глаз, что замена У на Т не есть инвариантность. Это правильно, в конце концов. Но можно подробно. И даже я вспоминаю, что я уже в прошлый раз это писал. Чтоб тут стереть. Вот тут. С-кварт уберем, он изосинклет. Он ни при чем безотопники. Остальные тяжелые кварты тоже все изосинклетные. Только У и Т имеют изоспин одну вторую. Так вот, это можно дождаться на переписание. и дождаться на الإлажон. Ухрен. 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 вот так просто перекомбинировали но смысл этого в том что вот это из-за синглера да? вот это у с чертой у плюс д с чертой д это из-за синглера а это третий компонент из-за вектора вот она вот все три это три братика образуясь один из-за вектора в проекции плюсы в проекции из-за стирмом третью ось минус единица ноль плюс единица поэтому это не из-за синглера только этот кусок из-за синглера но поэтому в электромагнитном токе есть из-за синглера и поэтому когда вы испускаете в электромагнитном токе за спин меняется вообще если работает этот кусочек когда работает этот кусочек и за спин сохраняется когда работает этот кусок токов и за спин меняться может на один из и за спин ну поэтому электромагнитное взаимодействие за спин не сохраняет но она слабенькая по сравнению с синглером взаимодействием есть и поэтому его вклады порядка альфа раз меньше ну и поэтому из ганса хорошо работайте еще того что альфа электромагнитная маленькая если бы электромагнитное взаимодействие по стиле было бы такое же какая сильная из ганса там изг... очень ase даже прям разное схема сг... фотон бы нарушил на сто процентов если бы электромагнитное взаимодействие и по силе было сравнено с сильным самодействием. Но, возвращаясь к реальной жизни, электромагнитное самодействие дает маленькие поправки, нарушающие изотопик. И разность массовой Д мала, потому что она входит в деленную на ленту КХД в добавки. Это тоже малое число. Разность массовой Д горка в несколько мэр мы уже обсуждали. Поэтому изотопика хорошо работает, реально с точностью 1-2%. Типично. Вот с такой точностью в изотопическом пределе мы можем сейчас все это просчитать. А именно, для чего я записал? Видно, что дивергенция этого тока в изотопическом пределе из просто нула. Матичные элементы этого сконарного тока, они всегда конечны. У них никаких особенностей. проявлений нет. Поэтому давайте напишем здесь точки Х. Это я вытащил здесь Х. Сначала координат, потому что сейчас мы говорим, что сейчас удобнее для использования этих уравнений и движений написать в точке Х. вот так далее боюсь в стекло. И мы отступаем. Давайте то есть короче зависимость от x выглядит так будет волновая функция начального у которого импульс b1 это вот такая плоская волна и конечного запряжённого у которого импульс b2 вот такая поэтому вся зависимость от x подразделенной неравности вот тут в ответе это будет произведение вот этих двух плоских волн но тут входит b1 минус b2 b1 минус b2 это передача ку поэтому тут стоит просто ку вот вся зависимость от x она тривиальная если что мы импульс но нам нужна явно если мы хотим сейчас это дифференцировать по x и использовать вот эти уравнения движения это очень много ну дифференцировать возьмём d под x и уравненцировать вот это вот тут и она равна вот чему и в изотопическом пределе будет 0 но производная по x от этой экспоненты даёт снова экспоненты и выскочит ку-миу видно и это ку-миу и в дексамю свернётся с этими мя-миами так после этого и приорвается к нулю короче в итоге всё это сводится к тому что свёртка этого вектора с ку-миу должна давать 0 в изотопическом пределе q равно p1 минус p2 поэтому у нас получится здесь p1 квадрат минус p2 квадрат видно? но p1 квадрат это масса 1 пи а p2 квадрат масса 2 а в изотопическом пределе они равны и это будет 0 а тут получится ку квадрата а это не 0 вообще это ку квадрата и получится что 0 равно q квадрат на f минус на q квадрат вот что получится согласны? в изотопическом пределе большинство какие нарушения? дивергенция этого тока в левой части не нужна но она пропорционально нарушающему фактору разности москварка поэтому она численно очень маленькая ну и соответственно разность квадрата массы пемизонов которая повышена отсюда при умножении на q она тоже не 0 но она тоже параметрически маленькая разность масс пемизонов на 4,5 мл по сравнению с их массами даже с самого легкого племизона 140 мл все равно это мало короче в изотопическом пределе вот этот трансфактор в их минус он равен 0 а f плюс нет а что означает что он равен 0 в антопическом пределе? это значит что он пропорционален нарушению изотопики нарушение изотопики идет или за счет фактора му минус мд или за счет альфа где-то там внутри поток должен отменяться должна быть электромагнитная поправка которая может нарушить изотопик ну по картинке видно где-нибудь вот здесь можно взять какую-то петельку с обменом фотонов вот наш маточный элемент рептонную часть отбросили вот это наш оставшийся маточный элемент вот наша славная вершина пусть с ртой гамамюты вот слабый ток но вот тут везде блеоны бегали это тут сейчас сильное взаимодействие чтоб до седания не забывали что это не пустые кварковые свободные линии а не экоземперговские взаимодействия с блеонами поля но без фатонов это сильное взаимодействие и тогда в пределах у нас будет чистый 0 если я введу му минус мт не равно 0 а электромагнитная пока будет выключена тогда это будет единственный источник нарушающий изотопик и тогда ф минус будет не равно 0 в левой части будет не 0 а в левой части будет стоять нечто не нечто а вот что будет стоять му минус мд и останется маточный элемент нарушающий изотопик вот этот он порядка 1 ну как он тоже имеет размерность масса то же самое но из него еще не торчит половится поэтому он будет типа ланты кхд параметрический там ничего нет в левой части будет порядка дельта разность масса умножить 0 а вот здесь будет м минус квадрат отнятие м пи 0 квадрат которое я напишу вот так вот это средняя масса удвоенная а вот это разность массы разность массы это нарушает все изотопику кусочек это разность массы будет по своему происхождению идти только из разности массы квадрата вот источник нарушения ну поэтому это разность массы параметрически пропорционально это умножить на безразмерную константу параметрический порядок единиц теперь короче параметрически вот этот фармфактор f минус фармфактор он будет параметрически как единственный нарушающий параметр и тогда он поскольку он безразмерный он будет делиться на рамках допустим вот параметрически этот фармфактор с учетом нарушений вот эти он будет вот такого порядка величины в итоге давайте сравним еще раз вклад вот этого фармфактора f плюс и f минус в полную амплитуду распады вот тут стоит удвоенная масса пиона по сути 280 мл и этот фармфактор мы его сейчас вычислили он равен корень и звук в нуле в пределе изотопическом мы его найдем в церквиале по сравнению с этим вот этот фармфактор понимаете аргумент же маленький q всего 4 мл максимум а безразмериваются лянда пихотек это на грубо говоря 400 мл да еще в квадрате это функция квадрата поскольку это 0 поэтому аргумент порядка 10 минус 4 отклоняется от 0 ну и мы будем раскладывать поэтому поправка если я заменю аргумент на 0 я могу написать f от z равно f от 0 плюс z на f' от 0 и так далее z это вот это наше переведение так этот z у нас на уровне 10 минус 4 максимум он бегает от 0 до 10 минус 4 поправками 10 минус 4 мы пренебрегаем а f 0 этот порядка единицы а этот за счет того что он нарушающий он вот такого порядка величины это где-то 1 и вместо этого могут быть вклады связанные с нарушением не за счет равности москва это обмен лишней пятеркой фотона где-то внутри мазочные элементы но сюда будет вместо этого будет 4 типа альфа на 1 где-то электромагнитная альфа это как правило даже меньше может быть чем вот это ну поэтому в итоге сам фарфактор грубо говоря в 100 раз меньше этот по сравнению с этим который порядка единиц и кроме того вот это q мы это обсуждали и сделали уже при сверке с лептоном нам превращается в массу лептона а это 2 массы демизона это еще 2 порядка подавления в итоге вклад вот это по сравнению с этим подавлен на 4 порядка из точности до 4 знака после запятой мы его можем игнорировать остается это и вот мы его раскладываем поскольку аргумент очень маленький и поскольку это z вот это будет для фарфактора f плюс он сам в нуле порядка единиц и производная но у меня тоже порядка единиц там никакой малости уже нет но сам аргумент на уровне 10 минус 4 и поэтому этой поправкой 10 минус 4 будет пренебрегать тоже поскольку уже такие же поправки мы выбрасываем в других местах поэтому нам осталось выяснить из всего что осталось останется одно число уже не функции и даже не два числа на одно f плюс в нуле все остальные добавки которые мы выбросили дадут поправки 10 минус 4 если мы это число найдем так мы будем знать здесь матричный элемент что найдем сейчас возьмем здесь нулевую компанию мю равное нулю и проинтегрируем все по объему чтобы получить заряд но только вот этот это у нас будет оператор какой то есть он уничтожает т гражданин вместо у он повышает изоспиновую проекцию на единицу назовем ему один плюс вот это один из трех генераторов изоспина и плюс и минус и ноль с проекцией изоспина плюс и единица минус а пимизонное состояние это его собственные функции поскольку это состояние с определенным мезоспином так что мы хотим сделать это я стираю напоминаю что это я арифметика вот есть три оператора момента орбитального орбитального l- 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 его проекцию на третий уровень. И когда вы берете, например, поопределение, это собственная функция nz и собственная функция r квадрата с собственным значением n плюс 1. Но кроме того, мы знаем матричные элементы вот этих повышающих и понижающих проекцию на единицу. А здесь будет состояние с проекцией на единицу больше. Сначала, ну и да, аналогично для единицы. Понижается. 14. Этот оператор, он повышается. Вот это состояние с проекцией минус 1 из-за спины на третью уровень. А это состояние с проекцией 0. Этот оператор повысил проекцию за спину на единицу. Было минус 1, он добавил плюс 1, получилось 0. Поэтому, это аналог р-плюса повышающего оператора, надо использовать аналог этой формулы, только везде заменить букву r на букву i. Вот и все равно вот. Поэтому для нашего условия это выглядит так. Момент у нас единица. Начальная проекция p- это состояние с проекцией на третьей ось из-за спины минус 1. Только я не там заменяю. Вот здесь надо поставить, вот эти квантовые числа. Что наше состояние p- это состояние с из-за спины на единице и проекцией минус 1. А когда он подействует, а здесь у нас стоит повышающий оператор из-за спины. Когда он подействует, получится состояние с из-за спины на единице и проекцией 0. Это p-0. А картизан будет вот это. Значит, r у нас единица, а z минус единица. Это двойка. Это единица. Корень единица. То есть, если я взял вот эту плотность, зарядная за спины, проинтегрирую по объему. Я подвесу сам заряд. Вот этот. И он даст вот такой матричный элемент. Только надо остальную кинематику расписать. и плюс, и минус, и p-1 равно корень единица. А тут остается и 0, и 0. Это стандартно нормированное состояние. Это будет 2e. gd энергия. gd энергия перевизорная. Вот эта функция трагмерная. от p-1 минус p-2. Вот такая стандартная. В системе покоя, p-1, скажем, стремится к нулю, p-2 тогда тоже будет стремиться к нулю, а энергия будет стремиться к массе покоя. Итого. Если я возьму эту штуку, проинтегрирую все по объему. Вот это все. То надо будет проравнять к этому выражению. Но это выражение конкретное. А здесь у нас неизвестно это число f плюс 0. И мы его отсюда проравниваем и находим. Так, что мы... Уже кончилось? А, нет, еще нет. Поехали дальше. Значит, ну вот надо это проинтегрировать по объему. Вот это выражение. Интегрировать придется только это экспонент. Потому что все остальное отрицание зависит. Значит, что здесь входит? Вот интеграл в d3x есть степенье минус i q0t плюс i q трёхмерное x трёхмерное. Вот я расписал четырёхмерное скалярное произведение. q0 не интегрируется. Интегрируется qx дает 2d³ на 3t функции. Я еще 2d³ эту запись. Вот 2d³ на это q. но q это по 1 минус по 2. Это вот эта функция. Видно? И 2t в кубе то же самое. Так? А еще остается множитель e в степени и q0t. Но q0 это разность энергии. Вот эти. Начальные и конечные. Но поскольку 3t функция требует одинакового импульса, чтобы q вектор был равен нулю и q1 было равно b2. То тогда, если массы равны, то и энергии e1 будут равны e2. А мы работаем в межзотопическом пределе. И поэтому масса π0 у нас равна массе π0 тоже. π- И поэтому q0 у нас в межзотопическом пределе будет равен нулю. И эта экспонент будет заменена на единицу. Итого. Что у нас получается здесь при интегрировании правой части? От этой экспоненты мы получаем 2p в кубе на дельта функцию. Это вот этот кусок. 2p в кубе на дельта функции. Дальше. Это будет удвоенная масса, удвоенная энергия певизона. Вот этот множитель 2e. И остается, корень из двух будет равен плюс нулю. В пределе из атомки. Это значит, что вот это самое, ну отдельно надо проверять. с какой точностью это выполняется. А именно. С плюс. В нуле мы получили равно корень из двух. Но тут есть поправки. На нарушение изотопления. Вопрос в том, это поправки какого порядка малость? Вот например, вот этот параметр, он порядка одной сотой. Поэтому если есть поправки первого порядка, то это значит, что это число правильная источность до поправки 1%. А если нет поправок первого порядка, а только второго порядка, то там оно будет правильная источность до четвертого знака. Ну, по-моему, нет никаких оснований, чтобы не было поправок первого порядка. Поэтому, типично, это поправки вот такие, типа 1%, может быть чуть больше. Ну, и подойдем к итогу. В изотопийском пределе мы получили, вернее, без изотопийского предела мы получили, что вклад от трамфактора f в минус, который тут уже выкинули, он на самом деле на уровне 10 в минус четвертый. По двум причинам. Что и кумью, который при нем стоит, дает малость. Типа одной сотой. И сам фарфактор f в минус в нуле тоже порядка одной сотой. Он дважды подавленный. Поэтому, он идет на поправке 10 в минус 4 по сравнению со f плюсом. f плюс в нуле находится в изотопийском пределе равен к легкому просто корену звуку. Но тут поправки первого порядка малости. Поэтому, вот это основные поправки, которые надо было бы причислять для уточнения результата. А поправки от f в минус, а не 10 в минус 4. Но если мы пока удовлетворяемся тем, что с точностью типа 1%, мы все вычислили. Обратите внимание. Матричный элемент зависит. Теперь у нас выглядит вот так. Но теперь по x не надо интегрировать x можно положить равное нулю. И вот этот матричный элемент мы вычислили. И вот чему он равен. Очень простой ответ. Вот здесь ответили. Какие вопросы? Можно еще раз повторить? Вот вывод, что f в минус пропорциональной разности масс на лампе мы продиференцировали вот этот реакторный ток изо спина в институтическом пределе в институтическом пределе и в институтическом пределе его дивергенция равна нулю. Поэтому слева будет ну. Производная по x эквивалентна тому, что я вот этот слег сверну с q q это по 1 минус по 2 потому что разность квадратов масс ионов, которое в институтическом пределе равно нулю это выделить а здесь получается q квадрат умножить на f минус точки произвольной q квадрат и равно нулю а что на f минус равен нулю в институтическом пределе нужно есть там пропорциональные нарушения или этому или атом электромагнитно и то и другое величина порядка 1сот раз он в институтическом пределе равен нулю делится на нарушение или хизотопии да ну как иначе он же не обязательно тогда пропорционально первой степени классов вопрос правильный ну в общем можно отдельно показать что эти фольфакторы аналитические функции своего аргумента они регулярно в нуле раскладываются под никаких особенностей там и разрезов и полюсов ничего нет они регулярны ну поэтому он раскладывается в ряд тенора по степенью квадрат по 0 плюс q квадрат на производном 0 плюс q квадрат на производном 0 вообще вот так надо понимать это независимый аргумент так он по обоим аналитичного кресла стянули еще какие есть вопросы еще какие есть хорошо так вот у нас все есть это же конкретный ответ у нас мы выяснили есть материчные элементы с этапическим пределем ну теперь вам надо сюда поставить и это под конкретной амплитудой тут все уже конкретно надо держать квадрат модуля вложить дифференциальную вероятность распада дальше надо интегрировать по трехконечным комплексом если вы хотите получить полную ширину распада это довольно муторная вещь конечно трехчастичный пальцевый объем я напишу ответ да все это наверное это не мы все и ну мы Сейчас я скажу, что еще. Дельта это только уделение, это разность мазки минус и минус. Это идет поправки просто из интегрирования по фазе подъема, кинематически. За счет ненулевой массы электронов и за счет передачи. Но, но, вот эта дельта в пределии за тропики равна нулю. Обратите внимание. Это выглядит, ну это же нурится и все. Но вот это выглядит не очень приятно. Потому что тут дельта въехала в знаменатель. А, но тут дельта в пятом. Вот основной фазовый объем. Он же пропорционален. Весь фазовый объем пропорционален исходной разности масс. Если все кинетические энергии равны нулю. То тут разность масс. Четыре с половиной было. Половина уходит, полмага уходит на массу электронов. Поэтому все импульсы бегают в фазовом объеме размером четыре мега. И поэтому это дает по размерности вот эту штуку. Разность масс. Поправки на массу электронов численно маленькие. Все таки. Марса не только на полмага. А дельта четыре с половиной мега. Это одна девятая в квадрате. Это пять восьмидесятых. Ну очень. Шесть процентов поправки. Но она кинематическая. Понимаете, это не динамика. Это просто из интегрирования по импульсам. Так. Дельта пятое. Это очень маленькое число. Я уже не говорю про константу Ферми. Это универсальная малость сладкого взаимодействия. Но здесь все подавлено очень сильно. Просто очень маленьким фазовым объемом. Потому что адроны, входящие сюда и сюда, члены одного из амутиплета. И поэтому у них разность масс. Чисто изотопические происхождения за счет нарушения изотопика. Она всегда мало. Изотопика хорошо работает. Ну. Поэтому очень маленькая вероятность распада. Это ширина маленькая. У пи-минуса. И какой у них основной амутиплета распада? Е-ню. Да. И даже в Е-ню, хотя бы на 4 порядка меньше, чем Е-ню, все равно намного больше, чем этот бета-распад, который дико подавлен вот этим малым фазовым объемом. Но. Зато, как видите, хорошо считается диалетически. В пределе изотопическое просто чисто считается. Пи-минус. Поэтому, если мы тут можем отдельно отследить поправки, так, то это есть очень хороший способ, во-первых, измерить ВОД не зависит, как фундаментальный параметр. Дело в том, что константа Ферми измерена в других местах, там в специально подобранных переходах между ядрами, это тоже бета-переходы. В том смысле, что один из Д-кварков внутри ядра, в нейтроне, например, превращается в У-кварки и спускает в литонную кварну. Или еще проще сказать, что нейтрон превращается в протоны, и спускает в литонную пару. Это бета-распад на клон. Там так подбираются уровни ядра, что энергия выделения чрезвычайно маленькая, и все очень точно можно посчитать, и оттуда константа Ферми находится наиболее точно. Пока я не понимаю, куда ВОД делается. Оно же всегда идет автоматически с множителем вток. Зато Ферми без ВОД вы никогда не получите отдельно. Надо об этом подумать. Мне и вам. Так вот, тем не менее, хотя очень маленький пренчинк этого бета-распада бемезона, но ввиду того, что теоретически эти поправки на нарушение затопики в первом порядке точно посчитаны. Поправки за счет обмена фотона где-то внутри там, и поправки за счет разности масс УД вальфа первой степени, это посчитано. Может быть, еще и даже поправки второго порядка малости посчитано. Если что-то сказали, что ЖФ и УД ВОД иди месяц, а чисто электронные не существует? Ну как нет? В распаде беменю это же дон шинток. Не, просто в электронных А, чисто электронных? Да, это правильно. Там нет ВОД, верно. В Мюраспаде, например, да? Там вы можете, в принципе, найти ЖФ и УД отдельно от ВОД, конечно. Но в ядерных распадах, в бета-распадах, в ядерных переходах, это отрывные. Я просто помню заявление в литературе ее встречал, что константа Ферми наиболее точно находится из экспериментов по ядерным бета-переходам. Не по распаду мемезона. То есть, в распаде мемезона, в принципе, конечно, ее можно найти, но там точности, на самом деле, не хватает. Здесь вопрос только о точности. Ну хорошо, так вот, чтобы возвращать к этому. Не знаю, на очень маленьких притчах, сейчас построили специальную машину, которая дает огромное количество бемезона, и меряет вот этот бета-распад. Сейчас этот эксперимент идет, помню, где-то в Швейцарии. называется, это эксперимент. И через там, я не знаю, пару лет, наверное, уже будут хорошие результаты. Специально построили машину для измерения этой моды-распад. поскольку она теоретически достаточно чистая. Так, цена с этим распадом всё. Пару слов, например, что изменится, если здесь заменим Пи на К. Распад К на Пи электронную пару. Есть и такой распад. Только тут вместо Т кварка теперь будет С. И вместо УД будет ВОС. И поэтому это называется Капиво-Подавленный распад. Есть какая-то связь между матричным элементом вот этого странного тока ОС и тут стоит КП. И матричным элементом эзотопического тока и тут стоит Би-Пи. В каком-то пределе знаю 7, можно найти другое? С. С. В пределе С. В пределе С. что Камезон это одно и то же. Поэтому в пределе С. Единственное, что надо отслесить, это капитал крепче. Понимаете? Вот это. По сути. И надо заменить группу Су-2 из-за спины на группу Су-3. И там вместо этого будет какой-то аналогичный эффицент. Он будет не корень из двух, а будет единица. Вот вся разница. Кинематическая разница. Но, к сожалению, поскольку масса К теперь 500 мм, то разность масс это уже не 4,5 мм, а 500 минус 140, это уже 360. Энерговыделение очень прилично очень прилично в этом смысле. Это уже порядка ганты ВХД масштаба Ку-квадрат. Понимаете? Поэтому, вообще говоря, будет подавление форфактора F- тоже. F- будет подавлен он же подавлен по двум причинам. Он будет занавляться в пределе осу 3. Когда масса S-квадрат равна u и t. Но, это плохая толстность Су-тричная. Но, он подавлен еще по кугню которая превращается в массу электронов. А здесь будет стоять сумма Mk и пенезона. И поэтому, вот это будет все равно оставаться подавление типа по массе электрона по сравнению с массой К плюс масса ПИ это 500, 640 и еще одна вторая это меньше 10 минус 3 так что если я в минус не очень подавлю вот это все равно хорошо работает и в плюс основном будет работать как доминирующий флаг здесь вместо корень из 2 будет единица в пределе СУ3 но поправки это теперь не 1%, это СУ3 нарушающие поправки они могут быть и 20%, надо отдельно это вычислять то есть надо отдельно вычислять по факторам плюс в нуле с учетом нарушения СУ3 он может заметно отклониться от единицы но люди его вычислили на решетке и заявляют, что с точностью процента они его вычислили и он на самом деле мало отклоняется от единицы никто не знает почему это не теоретическое вычисление понимаете, что такое вычисление на решетке? это тупое вычисление компьютерно некоторого интеграла функционально вы машину нарисовали что вы просумели интеграл это сумма по кусочкам им набросали хаотически какие-то глионные и кварковые поля и она суммирует и в степени лаганжа по этим полях это машина делает, это черный ящик вы туда это закладываете и говорите и суммирует она суммирует, мы даем вам ответ а внутрь залезть невозможно правильно она... вернее машина то не ошибается правильно ли вы если ставили программу а нет, ну короче, такая кухня страшная но этим люди занимаются давно и есть независимая группа они друг с другом конкурируют и проверяют, поэтому у них своя жизнь мы можем только со стороны смотреть на результат они добавляют, что этот фан-фактор в плюс нуле для КП они считают там с точностью 1-2 процента кроме того конечно этот распад измерен экспериментальный у него приличный бренчинг потому что уже энерговыделение большое фазовый объем можно посмотреть какой у него бренчинг не важно, сами посмотрите он измерен, так? причем он дифференциальный измерен по Ку-квадрату как по переменам нам нужен предел при Ку-квадрате вместо к нулю но на самом деле можно мерить и дифференциально все эти фан-факторы а плюс как функцию Ку-квадрат по фазовому объему дифференциально можно измерять Д-гамма по ДКу-квадрату понятно? можно измерять в каждом кусочке фазовый объем я это измерялось но с экрана это много и статистика большая так вот когда вы меряете ход по Ку-квадрату вы меряете эту функцию то есть фактически вы меряете ну не я вы меряете эту функцию но с нормировкой фактически вы меряете f плюс Ку-квадрат делить на f плюс нулю то есть вы меряете только ход по Ку-квадрату не абсолютное значение а f плюс нулю надо ждать откуда-то со стороны то есть эксперимент отдельно не меряет ход и отдельно абсолютную величину он меряет что в произведении вылез короче f плюс во-первых наклон все равно оказывается маленький то есть производная по Ку-квадрату вот отличие от этого это возъединиться очень медленный наклон понят первая производная маленькая численно и это теоретически выводится там из каральной симметрии что она маленькая а вот в плюс нуле то что я помню только из решетки результат что как это не смешно и смотри нарушение тоже маленькое в плюс нуле вместо единицы вы смотри при деле он равен где-то там ну ну типа на 95 например вот стоят процентов на 5 от нарушения а мало быть намного больше гарантии заранее такой нет ну поэтому понимаете это уже другой уровень если нужно сделать оценку то вы сделали оценку по су3 q квадрат можно заменить тоже на константы равную единицу вы получите очень разумный ответ как это не смешно да но гарантии нет потому что вы не контролируете добавки а насколько правильно люди например эти с решеток заявляют что они считают это плюс нуле с точностью 1-2 процента мы же не можем проконтролировать и так далее короче здесь уровень конечно надежности расчетов совсем не такой как здесь здесь все гарантируется изотопик кроме того есть еще большие мезотяжители более тяжелые замените S на C например это будет D мезон тут можно брать или U или D это не заряженный вот этот C анти-У это D0 мезон все доскаренные только тяжелые вместо D кварка C и C а если тут поставить D кварк то это будет заряженный D плюс мезон это из-за дублей C анти-У дублей C это C куда он любит распадаться по Кабояше Москало какой здесь клейбер любимый Русе S переход C и S это косвенус Кабиба он приблизительно такой же близок к единице а переход в чужой в D это синус Кабиба он в 5 раз видишь в основном демезон распадается в странный кварк и здесь получается K но тут энергии много у него 1,8mg в массе поэтому тут можно родить много можно 1k а можно сколько демезона заодно тоже энергии хватает поэтому а можно вообще смотреть про инклюзив это D в лектонную пару плюс любые адроны сумма по 7х это называется инклюзивной полулектонной шириной сумма по 7х для для легких P или K в этой сумме 2k энергии нам больше не хватает а для тяжелых D мезона там очень много каналов распада потому что начальная масса очень большая поэтому по теории мы в следующий раз поговорим про вот такие инклюзивные распады полулектоны тяжелые мезоном B и D когда тут рождается очень много каналов с разным количеством адронов и по 7х то есть мы реально вот это не наблюдаем а ловим только лектон все события с лектоном и это будет сумма по 7х а когда конкретно конечное состояние выбираете например что это распад D в лектонную пару и камезон только это называется эксклюзивный канал один из возможных вы исключаете все остальные берете только один а когда вы суммируете все это инклюзив называется это пишется как так вот для теории инклюзив считать намного легче чем эксклюзив потому что когда итальянское выделение очень большое то можно все считать в базе кварблеона мы же об этом не раз говорили потому что при больших энергиях константа сильного взаимодействия логарифмически маленькая и уже можно работать на инклюзив но следующий раз об этом поговорим как это будет какие есть вопросы на домашнее задание я уже забыл какое домашнее задание следующее занятие вы хотите домашнее задание это сделать совершенно так минутку а что я просил сделать на сегодня я забыл просто просил почистил сюда везти по роми зону или по шуту тау в роми тау в роми и что да хорошо я забыл просто и что у вас получилось у меня с ФДВ сошло с точностью 20 процентов 20 это плохо так так а у вас у меня так дамок точка на 5.7 а у ФДВ 5.66 но это ж не 20 процентов разница это скажем 2 похоже на 2 процента у меня получилось 5.5 на несколько на десятый шарина а среди по ФДВ я помню 4.05 так а у вас какие цифры какая шарина у вас получилась у него 5.5 а у вас так смысл получилось в расчетах да ну это странно а константа какая у вас какая – У меня 211. – Правильно, а у вас? – 220. – Это многовато. 210 – более разумное. Я всегда, когда смотрел распаду 0 в Е плюс 7, у меня получалось 210. Так, но это 10 мы делим на 200 – это же не 20% и даже не 10% различия, да, в константе и эфро. Это 1,20 – это 5% в квадрате будет 10%. – Вы использовали 210. – А, вы использовали 210. – Хорошо, вот когда вы используете 210, какая ширина получилась по расчету? – 5,7 – 10,4. – А у вас 4, да? – 104. – Ширина? – У меня 5,5 на 10 минус 10 мм. – 5,5, еще раз. А у вас 5? – 7,10 – 4. – 5,7. Ну, вполне приемлемо. Так, а почему же у вас, вроде, ответ одинаковый? А вы говорите, что у вас 20% расхождения с экспериментом, а у вас 2%? – В ПДГ там написано «Время», да, «Время перевело в ширину полную». Импранчин, посмотрим. У меня, то есть там нет отдельно написанной ширины. – Ну, нет. – Ну, так, в принципе, конечно, все так и есть. Вот у меня тут написано «Единица на секунду» 6,6 на 10 минус 25 г. У вас такое переводное количество? Как вы секунды переводили в энергию? – Нет, ну, вообще нет. – Такое. – А вы как переводили секунды в энергию? Вот я там написал коэффициент «Обратное секунды». – Я поставил плату, да, плату, да. 6,8 на 10 минус 16 г проводятую секунду, «Обратное секунду» 10 минус 12 секунды. Ну, еще одну четвертую. – Конечно, а что получилось? Вот мне нужно секунды обратно перевести в энергию или в ГЭЛ или что-то. – Ну, у меня 45 ощущает. Я ощущаю, что 10 минус 4 ГЭЛ будет. Электрон в Вольт – это 10 минус 9 ГЭЛ. И еще 4. Минус 13 секунды. Здесь минус 13 ГЭЛ. Здесь минус 25 ГЭЛ – правильный ответ. Секунды обратно. Время – это в ПДЖ в секундах. А мы считаем здесь в МЭБах. – Я и говорил, мы подставляем 10 минус 12 еще. Ну, 27 или 10 минус 12. Потом очень маленькое. Маленькое. Может быть 10 минус 10, а может быть 10 минус 40. Это же все маленькое. Поэтому еще раз. У вас есть аналог вот этого? – Ну, есть. – Я сказал. – Ну, поставь на ключ. – Посмотрите. – Ну, 6. – Это… Вот этот коэффициент переводной прямо есть particle data. – Ну, 6. – Ну, там. – Conversion constant. – Да. – Где он? – Вот он. – 197. – Мах. – Феомин. – Где он тут? Где-то был, короче говоря. Я же его не сам придумал. Ну, короче. Было бы желательно, чтобы вы разобрались. Почему вы говорите, что у вас почти совпало с экспериментом, а у него 20% разница. 20% – это много. – Мы по какому расходу должны смотреть? Мы смотрели… Там же нет такого… Это мы же обсуждали. Там есть расход в 2π ню. – 2π. – 2π. – А вот когда у меня Исафаунов, кто-то сейчас посмотрел. – Вот смотрите. Мы же тут просто нас обсуждали. Вот эти. Продолжение следует. Продолжение следует... Повторение следует... Продолжение следует...